МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пришло время подвести итоги прошедшей спортивной недели. В студии Никита Борискин. Здравствуйте. 22 и 23 октября хоккейный клуб Мордовия принимал юниор-спутник из Нижнего Тагила. На первую игру зрители не смогли попасть из-за технических проблем, а именно из-за лопнувшей трубы. Хоккеистам пришлось играть на запасной арене. О том, что придется проводить встречу на другой площадке, игроки узнали прямо перед матчем. Вторая же прошла на основную без каких-либо проблем. Обе встречи завершились победами Мордовии. Игра для мордовской команды сложилась непросто. На это в том числе повлияло и качество льда. Первыми отличились наши. Шайбу заколотил Саразов. Затем каким-то чудом в ворота Мордовии влетели аж три шайбы подряд. На 29-й минуте сократил разрыв Абозин. Ровно на экваторе встречи гости вернули себе преимущество в две шайбы. Затем наш Антон Дубинин отправил шайбу под перекладину 3-4. А за 10 секунд до перерыва Медведев сравнял счет 4-4. В самом начале третьего отрезка игры Цицаров вновь вывел Мордовию вперед 5-4. Укрепил позиции саранского клуба Закурин. На 54-й минуте он же, оформив дубль, окончательно снял все вопросы. Счет встречи 7-4. Начало встречи получилось для саранской команды нелегким. Юниор открыл счет в матче первыми. Попытки найти подход к воротам соперника увенчались успехом у наших лишь во втором периоде, когда Мордовия реализовала численное большинство. Вскоре Саетов вывел наших вперед 2-1, а в середине третьего периода Абозин сделал счет 3-1. Впрочем, гости не собирались сдаваться без боя. За три минуты до конца встречи они смогли сократить разрыв в счете. На последней минуте сняли вратаря, но результат остался неизменным. 3-2 и победа Мордовии. В турнирной таблице наши ребята по-прежнему располагаются на втором месте, но они провели на две игры меньше, чем лидер чемпионата хоккейный клуб Тамбов. 21 октября администрация Чамзинского муниципального района и автоклуб Мордовия провели 9-й традиционный автокросс «Золотые горы». Соревнования состоялись в пяти классах спортивных автомобилей. В заездах приняли участие спортсмены Саранска, Чамзинки, Арзамаса и Пенза. Представители Мордовии не остались без наград. Первое место в классе Супер 1600 и первое место в Супер заезде показал спортсмен нашего автоклуба Андрей Андин. Также отличился 58-летний механик Сергей Сидойкин, впервые пилотирующий автомобиль в официальных соревнованиях. Он занял второе место в классе Супер 1600. Семь юношей из Мордовии успешно выступили на первенстве ПФО по греко-римской борьбе, которое прошло в Саранске. Все победители и призеры получили путевки на первенство России, которое будет проходить 15 ноября в Омске. Первое место заняли Расул Муталимов до 53 килограммов и Владислав Семенков до 85. Серебряными призерами стали Вячеслав Хачатуров до 32 килограммов, Никита Птицын до 63 килограммов и Ряхим Кутуев, весовая категория до 73 килограммов. Бронза на счету Виталия Лысова до 47 килограммов и Сергея Усанова до 66 килограммов. Спортивные клубы по беговелам комплексной спортшколы ИСК Мордовия, развивающиеся под кураторством основателя велоспорта БМХ в России и инициатора развития бега велодвижения в регионе 13 Анатолия Беляева, вошли в число лучших спортивных клубов страны, развивающиеся по месту жительства и стали бронзовыми призерами конкурса в рамках восьмого спортивного форума «Звезды Самарской губернии» и «России-2017». Данный форум за время своего существования объединил тысячи людей из разных уголков страны. Впервые в этом году он имел статус российского. Заявки на участие поступили не только из Самарской области, но и из Ростовской и Московской областей, Краснодарского края, Республик Марий-Эл, Татарстан, Башкортостан, Мордовии и других субъектов Российской Федерации. Форум отличает то, что у него обширная целевая аудитория, объединение спортивных школ, секций, клубов, области по самым разным видам спорта. Отличная площадка для деловых знакомств, налаживания и укрепления связей в сфере физической культуры. Поклонники спорта встречаются и даже общаются со своими кумирами, ветераны видятся со своими товарищами, тренеры обсуждают с коллегами насущные вопросы и проблемы, отмечает Андрей Королев, президент форума. Хорошие новости из мира тенниса. В Казахстане завершился международный турнир «Шимкент Оупен Джуниорс», где отличился воспитанник Республиканской теннисной школы. 16-летний воспитанник Александр Бинда в одиночном разряде дошел до финала, где уступил казахскому теннисисту. А вот в парном разряде Бинда вместе с другим россиянином праздновал победу на этом турнире. Успешное выступление в Казахстане позволили Бинде подняться на вторую строчку в рейтинге российского теннисного тура в категории спортсменов 16 лет и моложе. В его активе в настоящий момент 2982 рейтинговых очка. Теперь о футболе. Презентацию мяча, которым будут играть на матчах чемпионата мира по футболу в 2018 году, рассчитывают провести 9 ноября. Об этом сообщает ТАСС. Дизайн спортивного снаряда разработан компанией Adidas. В интернете еще до официальной презентации появилось и его изображение. Инсайт в Твиттере опубликовал FUTI Headlines. По версии автора, именно таким снарядом будут играть в дни Мундиаля. Мяч имеет белую бесшовную основу с неровными черно-серыми вкраплениями. Мяч Telstar 18, которым будут играть на Мундиале в России, будет презентован в Москве в центре дизайна Artplay. Представлять снаряд общественности будет нападающий клуба Барселона Лионель Месси. Звезда футбола как раз будет находиться в России в связи с товарищеским матчем нашей сборной с командой Аргентины 11 ноября. На мероприятии также будут присутствовать зампред правительства Российской Федерации Виталий Мутко и генеральный директор Оргкомитета России 2018 Алексей Сорокин. Ранее мяч Telstar 18 уже опробовали на Молодежном чемпионате мира в Южной Корее. Отметим, что на Кубке Конфедерации, который прошел в России летом текущего года, играли мячом «Красава». Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Волгограде, Ростове-на-Дону, Самаре, Калининграде, Нижнем Новгороде, Саранске и Сочи. Жеребьевка группового этапа турнира пройдет 1 декабря в Москве. Сделать чемпионат мира по футболу в Саранске ярче и интереснее для болельщиков может каждый волонтер. Достаточно разработать актуальный проект и реализовать его в рамках конкурса. Как оставить яркий след в жизни города расскажут мои коллеги Марина Солонина и Александр Гурьянов. Волонтеры – это настроение, душа, мероприятие. Именно в их руках не только атмосфера праздника, но и то, что увидят и попробуют гости чемпионата. Стартовал первый этап конкурса на следе волонтерской программы чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России, цель которого – сделать города-организаторы еще комфортнее и привлекательнее. Мы видим, что есть инициатива, есть активность. Мы видим, какие есть идеи, и это на самом деле прекрасно. И заявки мы уже получаем. Но для того, чтобы ваши идеи были действительно правильно оформлены, действительно соответствовали, то есть были актуальными, мы проводим вот такие консультационные семинары. Конкурс проходит в шести направлениях. Спорт, здоровый образ жизни, туристические сервисы, урбанистика и развитие городских пространств, искусства, социально полезные проекты и экология. Один из готовящихся проектов в Саранске – «Аллея культур». Проект будет представлять из себя размещение различных арт-объектов на территории города, в парках, на площадях. Это Тантаморецкий, различные красивые скамьи. Пока на стадии идей, но я надеюсь, что все-таки я смогу его реализовать. Специалисты помогут выплатить задуманное в реальность, правильно оформить проект для конкурса и оставить заявку. Идей по благоустройству города можно оставлять до 8 ноября. Победители смогут реализовать проекты при поддержке Оргкомитета «Россия-2018». Проектная деятельность – это не новая, и думаю, многие здесь сидящие в этом зале принимали активное участие в таких мероприятиях, которые относятся к понятию, как формной кампании. Ребятам дается возможность проявить, заявить о своих проектах, в том числе. Проекты связаны с пропагандированием и развитиями деятельностей и подготовкой к чемпионату мира по футболу в городе организаторе Саранске. Финалисты конкурса со всех городов-организаторов соберутся в Москве, на площадке Сколково, и пройдут обучение в креативной школе. Оглашение результатов и презентация проектов победителей пройдет 5 декабря, в Международный день волонтера. Холодная и не очень располагающая к спорту погода не помешала футболистам разыграть Суперкубок Мордовии. 26 октября на стадионе Старт за трофей боролись Саранск и МГУ. О ходе матча в следующем сюжете. Обычно в Суперкубке встречаются чемпионы Мордовии и обладатели Кубка Мордовии. Но так как в этом году оба титула заработал футбольный клуб Саранск, было принято решение о том, что соперником горожан станет сборная МГУ, которая заняла второе место в чемпионате Мордовии. К моменту приезда нашей съемочной группы подопечный Сергей Савочкин вели со счетом 2-1. Голами у горожан отличились Будников и Верушкин. И уверенно вели игру. Хотя еще в самом ее начале первый гол оформили ребята из университета. Преимущество горевцев было недолгим, но сигнал о том, что команда борьбу навязывает, был получен сразу. МГУ отчаянно отбивал атаки Саранска, иногда игроки жестко фалили, но развивать преимущество горожанам они не давали. И в конечном итоге перевернули ход игры. Примерно за 15 минут до конца студенты сравняли счет 2-2. Сначала мяч отлетел от штанги, а потом игрок с номером нашего региона на спине отправил мяч практически в пустые ворота. Масло в огонь было подлит, и Саранск всеми силами пошел вперед. Ребята из МГУ очевидно подсели и не смогли оказать достойного сопротивления новым нескончаемым атакам Саранска. Как результат еще два пропущенных гола. 4-2 уверенная победа горожан. Ну и как же не покачать на руках своего тренера после очередного взятого трофея. Савочкин в окружении своих игроков взмывает в небо. Затем командам сказали добрые слова, поздравили с окончанием сезона и вручили кубок победителю. Матчей было много и отдых действительно будет заслуженным. Своими эмоциями от матча за суперкубок с нами поделился главный тренер Саранска Сергей Савочкин. Это финал суперкубка, который состоит из одной игры. Поэтому тут и на первый взгляд показалось бы, что такая уж прям чересчур была какая-то борьба. Хотя, еще раз повторяю, практически где-то процентов 80 мы владели территориальным преимуществом подконтрольным. Была вся наша игра. И то, что мы пропустили, ну, еще раз говорю, это конец сезона уже не такой настрой, как по ходу был. Но, тем не менее, самое главное то, что мы завершили на мажорной ноте весь чемпионат. Футбольный сезон для футбольного клуба Саранск завершен. Настало время подвести его итоги. Никто не сделает это лучше, чем главный тренер горожан Сергей Савочкин. Именно он герой интервью на этой неделе. Смотрим. Сергей Викторович, вы взяли Кубок Мордовии, выиграли Чемпионат Мордовии, выиграли Суперкубок. В первенстве ФС Приволжи не хватило совсем немного. Как думаете, это хороший результат для начала деятельности клуба? Я считаю, что да. Почему? Потому что изначально, когда команда сформировалась не то, что внезапно, а пришлось в форс-мажорных обстоятельствах собирать команду. И начало участия получилось таким тяжелым. Почему? Потому что первоначальные ничьи в первенстве МФС. Потому что команда, я еще раз говорю, она только собралась, еще сыгранности не было. И плюс еще там немножко не хватило нашего тренерского опыта в плане того, что интересная ситуация получилась, что команда Димитровград она сослалась на то, что у них плохое поле и первый круг они играли практически на выезде. А второй круг у них получался из 11 игр 7 они играли дома. То есть вот здесь вот тоже вопросы к организаторам проведения первенства, почему так происходит. И на тот момент, когда в начале чемпионата они к нам обратились о переносе игры, мы пошли навстречу. А так вот если разбираться с тактической точки зрения, то, что мы играли по предпоследней тур у них на выезде, то есть это вот не хватило опыта в плане вот таких вот административных вопросов нам. То есть мы могли просто на резервный день сыграть в первом круге, а потом спокойно принимать у себя. Но тем не менее это такой не стоящий сильный фактор, который повлиял. А если проходить по всему чемпионату МФС, то, конечно же, в целом я хочу сказать, что очень хороший результат. Почему? Потому что из 11 команд порядка 6 команд были очень хорошие. Те команды, которые заняли с первого по шестое место, они были очень хорошие. Ну и, конечно же, вот эти молодежные команды, которые преследуют свои цели, они тоже в каких-то матчах дали бой. И вот один из таких матчей в Сызрани, который мы завершили 0-0, возможно, вот этих золотых очков нам не хватило. А так, проходя по всему сезону МФС при Волже, хочу сказать, что это очень хороший результат. По чемпионату Мордовии, по Кубку Мордовии и по Суперкубку тут я могу сказать следующее, что ходили такие разговоры, что нам до чемпионата уже чемпионство отдали. Вот. Ну, все игры, которые мы провели, в целом могу сказать, что ребята отнеслись ответственно. Кубковая игра, с командой Рузаевка, да, она стоит особняком. Почему? Потому что, ну, это финал. Финал Кубка состоит из одной игры и тут такого стопроцентного фаворита в таких матчах быть не может. Да, мы считались фаворитами, для нас игра сложилась тяжело, но тем не менее мы победили. Считаете ли вы этот матч самым трудным в сезоне? Наверное, да, на тот момент. Почему? Потому что, на мой поход, игры все время проигрывали. Мы к этому не привыкли. Почему? Потому что во всех играх мы доминировали, во всех играх мы владели преимуществом. А тут отдать должное команде соперника, молодцы ребята, они настроились, они понимали, что с только желанием и старанием на поле они могут нас победить. Вот. Они прекрасно понимали, что, да, в мастерстве где-то они уступали, а вот самый главный фактор это психологические желания, они его и проверили. Поэтому, да, матч был тяжелый, но еще раз говорю, тут в очередной раз наши, так скажем, старожилы команды, Бутников, он в очередной раз показал, доказал, насколько он мастеровитый. Поэтому и сейчас даже вот возвращаясь к суперкубку, который прошел, опять же, благодаря ему непосредственному участию его и Сережу Ювенко, ну и других ребят, конечно же, мы добились результата. У нас было полное преимущество в этой игре. Ну, еще раз говорю, это то же самое, такая же игра одна состоит. И команда соперников, в принципе, играет с нами, они ничего не теряли. То есть выиграли, да, какая-то мини-сенсация, например, а проиграли, ну, это как должное, учитывая то, что в футбольном клубе Саранск собраны все маломальские, перспективные молодые ребята. В первенстве МФС при Волжье вы пропустили меньше всех, изобили достаточно много голов. Как думаете, это заслуга защитников или вратаря, в частности? Тоже, как небольшой такой парадокс, что мы, во-первых, не проиграли ни одной игры, во-вторых, пропустили меньше всех. Если брать статистику, то, в принципе, это говорит о том, что, ну, второе место по таким показателям это нонсенс. Хотя, с другой стороны, если брать, мы сыграли пять ничьих, в которых потеряли. То есть, тут, что хочется сказать? То, что, например, статистика, она не всегда дает, не показывает то, что в реальности происходит. Ну, я скажу, что закономерно, наверное. В принципе, на данный момент я считаю, что это закономерно. радует то, что мы, например, только организовались и мы сразу заняли второе место. Огорчает, огорчает всех нас то, что мы три чемпионата были первыми и в итоге мы оказались вторыми. Вот это огорчает. Поэтому, если бы мы поднимались снизу вверх, например, там, с третьего, с четвертого места и стали вторыми, совсем бы другое, как говорится, было настроение. А сейчас, да, чувство досады, горечь осталось. Когда кубок, к сожалению, не удалось взять, вылетели. Как вообще ребята отреагировали? Ваша какая была реакция? Да, нормальной реакции не было у нас такого, что, во-первых, у нас не было задачи обязательно победить в кубке. Но собрались мы, начали двигаться и мы поняли, что мы можем решать максимальные задачи. И, соответственно, конечно же, нам, ну, чисто сказать, не повезло в кубке, то, что стратегия немножко сработала против нас. Получилось так, что мы дома сыграли в ничью с командой Дежинский. Мы играли, да, мы играли в поселке Комсомольский, вот, мы сыграли в ничью и там уже пошла чистая вода и стратегия. Команда соперника просто-напросто сели на своей половине и ловили нас на быстрых атаках. Ну, а дать должное, мы моменты создали, их не реализовали. Вот это, конечно же, тут уже фактор невезения сыграл против нас. Ну, и домашнюю точку нам, так скажем, поставили в Дежинске просто и все, дали понять, что слишком легко нам не будет. Ну, чувство досады есть, но как сложилось, так и сложилось. Но коллапса не произошло? Коллапса нет. Коллапса нет. Почему? Потому что главная задача у нас, мы все-таки сами для себя поставили, это первенство МФС при Волжье. Вот. И там мы постарались максимально как бы себя проявить. Кого из ребят по ходу сезона вы могли бы выделить? Смысла большого нет выделять кого-то конкретно. Я просто скажу, в общем, могу сказать, что те ребята, которые постарше, они показали свое мастерство, то есть они сыграли на своем уровне. Вот. Я уже ранее говорил, что Максим Бунников, конечно же, в некоторых матчах просто проявил свои лидерские качества и показал, что молодым ребятам как нужно на футбольном поле играть все 90 минут. Есть группа ребят, которые порадовали по ходу всего чемпионата. Порадовались. Да. Именно молодежь своим отношением, своим подходом. Некоторые ребята, не буду опять же называть фамилии, прибавили в плане своего мастерства футбольного. Очень приятно порадовали отношением к делу. Некоторые ребята, конечно же, остались на том же уровне, на котором были, а некоторые зачаровали. Сейчас в дальнейшем процессе, конечно же, мы будем разговаривать с каждым индивидуально, говорить им, давать не такую игровую оценку и рекомендации для того, чтобы, если вы хотите стать в дальнейшем футболистами, мастерами, то нужно прибавлять в определенных компонентах игры, соответственно, ну и плюс в своем желании отношения к делу. Какие дальнейшие планы? Как будете проводить свой отпуск? У меня, знаете, у меня практически отдыха нет, потому что с одной работой я переключаюсь на другую, я еще являюсь старшим тренером в региональном центре в нашем, вот, поэтому сейчас один проект как бы у нас завершился, и я переключился на другой, то есть моя работа не стоит на месте, я двигаюсь, и сейчас до конца года мне нужно подтвердить свою лицензию категорию БУИФА, поэтому сейчас я там прорабатываю, зашел на сайт высшего тренерского спортивного мастерства, посмотреть там, когда мне нужно будет ехать, там буквально командировка заключается двух дней, там определенные задания нужно выполнить и подтвердить категорию, вот, то есть вот такая вот у меня до конца года такая вот у меня рутинная работа. Сергей Викторович, спасибо огромное и удачи вам! На этом главные спортивные события недели подошли к концу. Смотрите наших, болейте за наших и не стойте на месте, ведь движение – жизнь. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова